Добрый день, уважаемые коллеги и любители красивых ногтей! Сегодня мы будем выполнять вот такой вот дизайн. Это техника объемно-плоскостной лепки в стиле шейбишик. На смоделированный, отшлифованный ноготь мы наносим жидкий акрил. Шарик акриловой пудры, набранный на кисти с большим количеством мономера. Распределяем проглаживающими, такими отрывистыми движениями по всей площади ноготочка. Во-первых, это позволит нашему будущему дизайну принять определенный эффект и создаст лучшую сцепку с поверхностью отшлифованного ногтя. Набираем на кисть номер 4, темно-зеленый цвет акрила. И в хаотичном направлении выполняем такие элементы в виде лепесточков. Здесь у нас нет никаких четких движений, отжатий, перфораций. Мы просто создаем фон темным цветом для того, чтобы будущему дизайну придать определенный объем. Вот такими проглаживающими движениями, растягивающими пятнышками где-то, где-то более яркие, где-то они будут менее яркие. И мы просто выполняем его в виде будущих лепесточков. Поскольку я знаю, что будущие лепесточки, которые мы будем с вами выполнять более четко, будут похожи на листики плюща, то и вот эти вот подфоновые листики я тоже выполняю в виде плюща. То есть они такие, как бы треугольные немножко. На всех десяти пальчиках работаем конвейерным методом. Мы сначала распределили жидкий акрил по всем десяти ноготочкам. Теперь мы вот такими мазковыми движениями выполняем листики. Прежде чем приступать к распределению этих лепесточков, конечно же, вам нужно видеть общую картину. То, что у вас будет получаться на выходе, то есть в готовом варианте. Хотя, если пока, допустим, не видите общую картину, распределяете листики, а потом они же вам и будут задавать дальнейшее расположение основных центральных элементов. Я работаю акриловой пудрой NFU. Это темно-зеленый цвет. Вообще, в работе используются две цветных пудры, два цветных бренда. Это NFU и Young Nails. Я уже проговаривала в некоторых роликах, что я в дизайне акриловом, в объемном и в плоском пользуюсь именно этими цветными материалами. Вот таким вот образом, по направлению к зоне кутикулы, по направлению к свободному краю, то есть распределяем элементы зеленых лепесточков в разные стороны. Старайтесь их сделать максимально плоскими, чтобы они ни в коем случае не задавали нам толщину. Вы посмотрите, насколько они сыграют потом свою роль в нашем дизайне. Попробуйте сначала выполнить на типсах, на моделях, на ком-то. Только потом приступайте к выполнению на клиенте. Работа нелегкая. Сразу могу сказать, что работа достаточно объемная, достаточно сложная, требует определенных навыков. Новичку будет достаточно сложно с ней справиться. Несмотря на то, что она выглядит по выполнению достаточно небрежно, для того, чтобы ее выполнить, эту небрежность, тоже нужно иметь определенные знания и чувствовать материал, которым вы работаете. В среднем по времени эта работа займет у вас вместе с моделированием приблизительно 5 часов. Это без отвлечения от работы, без особых разговоров с клиентом. Поскольку дизайн на каждом ногте будет абсолютно разным, он будет в одном стиле, в одной цветовой гамме, но каждый ноготь будет отличаться от предыдущего выполненного. Поэтому я решила не ставить на ускорение выполнение каждого ноготочка. Если вам все понятно по технике выполнения листиков или какого-то другого последующего элемента, вы, конечно же, можете поставить на перемотку и не зацикливаться, например, на одном действии, на одной функции. Для кого-то эта техника будет абсолютно новой и будет интересно посмотреть полностью выполнение всей работы. Именно для этих мастеров мы оставили ролик в полной записи и ускорили только какие-то определенные моменты, которые, в принципе, не требуют слишком больших знаний и умений. Поэтому сейчас мы включаем для высококлассных специалистов музыку приятную и желаем приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, сейчас я на кисть набрала шарик из двух цветов. Это нежно-сиреневый NFU и нежно-нежно-розовый тоже NFU. Он достаточно жидкий, мы распределили его вдоль и оставили на какое-то время для того, чтобы он начал полимеризоваться. Теперь распределяем его очень плоско-плоско, раскладываем плоскостью кисти и ждем, когда у нас начнет полимеризоваться другой элемент, который вот тоже расположен на каточке. Теперь работаем с этим элементом. Дальше. Точно так же. Такой же цвет мы раскладываем на пересечении со следующим элементом. Поскольку у нас дизайн флористический, это будут цветы. Следующий, тоже жидкий, распределяем в определенном направлении. И работаем с предыдущим материалом. То есть не нужно ждать, когда он совсем заполимеризуется и станет матовым. Это то, как мы делаем обычно вот в лепке, в скульптурной. Здесь нам нужен материал еще не застывший, еще не покрывшийся матовой поверхностью. Следующий элемент. Не нужно бояться ставить их друг на дружку сверху, потому что, в принципе, мы эту цель и преследуем. Мы выполняем цветы, которые будут, скажем так, в 3D-эффекте будут выглядеть, будут смотреться с разных сторон. Следующий элемент. Если я вижу, что у меня предыдущий элемент еще не заполимеризовался, он еще жидкий, я могу поставить следующий на другом цветке. Теперь распределяю тот, который уже готов к работе. вытираем кисть. Набираем следующий шарик. Ставим его чуть-чуть ниже. Для того, чтобы знать, где вам располагать последующие элементы и шарики, вам нужно, конечно же, видеть сам цветок целиком. Если пока что не работает у вас абстрактное видение, видение художника, возьмите картинку с интернета. Я, в принципе, так и сделала. Я нашла букетики в стиле шебешик, взяла определенные цветочки, определенные элементы. И когда я выполняла эту работу, я смотрела на каждый цветок отдельно. Они все разные. И после уже третьего или после четвертого ноготочка я поняла, что мне, в принципе, ясна техника, как они расположены, как они выглядят. И тогда уже включилась фантазия и включилась импровизация. Мы переходим к следующему цветочку. То есть, в этом букетике будет три цветка, уже понятно. Вот в этом виде полуфабриката они еще смотрятся, конечно же, нелепо. Но когда мы мелкими деталями завершим этот ноготочек, будет видно, что это действительно такой вот винтажный стиль, который, в принципе, не обязательно выполнять на всех десяти ногтях. Я сделала дизайн на всех, потому что моя модель так захотела. Ну и, в принципе, для того, чтобы продемонстрировать разновидность тех или иных элементов, мне вполне достаточно было десяти ногтей. Одного или двух мне бы не хватило. То есть, я бы не смогла вам объяснить и рассказать, как выполнить эту работу в этом стиле. Сейчас я выполнила зеленый элемент. Я набрала на кисть темно-зеленый со светло-зеленым цветом. То есть, теперь я буду выполнять листья зеленые уже с переходом цвета. Распределила лепесток цветка. И теперь, когда у меня готов этот лепесток, я ставлю сверху следующий. В это время полимеризуется зеленый. Еще один белый. Здесь я использую чистый белый цвет. И вот теперь, когда у нас зеленый заполимеризовался, я начинаю отжимать лепесточки. И они сливаются у меня с тем темным фоном, мазковыми движениями, которые мы распределяли изначально. ребром кисти отжимаем материал. Вам понадобится хорошая кисть с острым носиком, небольшой номер, она должна быть очень упругая, поскольку у нас лепка плоскостная, то есть, само название говорит за себя, нам нужно очень хорошо отжимать материал. следующий элемент. То есть, у нас получаются такие многослойные розочки или пионы, то есть, их можно по-разному называть. Эти цветы выглядят они, называть можно и по-разному, но выглядят они именно такими. такими. И отжимаем Выполняем сейчас серединку. Закрываем бутон и аккуратно заворачиваем лепесток. Теперь я набрала прозрачно-розовый с прозрачно-сиреневым цветом. И вот такую подфоновку и серединку отмечаем. То есть придаем оттенок, глубину. Это же придает и объемность нашему плоскому дизайну. Вот так вот фоном таким участок отметили. Где-то на крупных лепесточках цветков этим же цветом. Начинаем выполнять следующий ноготок. Распределяем шарик вправо-влево. Мне показалось, что этого будет достаточно. Следующий элемент. Отжимаем плоскостью кисти материал максимально плоско. Раскладываем его очень-очень сильно. Вот там, где прилипает кисточка, я вытираю ее сейчас. Потому что материал недостаточно заполимеризовался. Следующий элемент. На пересечении двух лепестков я ставлю следующий шарик. Распределяем его вправо-влево. И набираю белый с желтым. Предыдущий лепесток раскладываю. Обратите внимание, что раскладываю элементы в жидком состоянии. То есть, они как бы самостоятельно растекаются. Если мне нужно вправо-влево распределить, то я распределяю их так, как мне необходимо. Теперь этот цветочек отжимаем. Выталкиваем ребром кисточки вот таким вот образом. Раскрываем лепесточек. Подчищаем низ. Поднимаем материал. Следующий. Белый с желтым. Желтый у нас пастельный, не яркий желтый. То есть, в принципе, в этом дизайне, в этой работе все тона используются именно из пастельной коллекции. Если вы не успеваете по 2-3 элемента ставить, чтобы распределить цветочек, то тогда работайте по одному элементу. Когда вы почувствуете степень полимеризации материала, тогда уже можете ускорить свой процесс, свою работу. Работаем. Заломали его и в обратную сторону повели материал. То есть, вот такой вот круглый, закрытый лепесточек у нас получился. Прижимаем. Темно-сиреневым отмечаю серединку, там где будет у нас центр цветка. Ставим шарик темно-зеленый со светло-зеленым цветом. Распределяем направленность листика. Сейчас мы выполняем листья зеленого цвета. С переходом оттенка, с переходом цвета подчищаем, чтобы вся работа была очень чистая. Теперь прорабатываем лепесток. Вот в данном варианте, в данном случае, у нас уже должны быть видны прожилочки, у нас уже могут быть видны перфорации на элементах. То есть, вот те предварительные мазки, которые мы делали темные, они просто придают густоту нашим листьям. Продолжение следует... Теперь набираем. На самый-самый кончик, практически на полусухую кисть, два цвета. Светло-зеленый. Начинаем выполнять вот эти вот шарики, которые вы видите, от темно-зеленого к светло-зеленому и плавно переходящий в желтый. Я набираю сейчас светло-зеленый, потом темно-зеленый на одну и ту же кисть, на один шарик. Ставлю. Мы их распределяем в виде виноградной грозди. Ставьте их на определенном расстоянии между собой, чтобы они не сливались. Теперь я перешла к светло-зеленому цвету. Теперь светло-зеленый с желтым у меня пошел. То есть плавный переход от темного к светлому идет. Это неотъемлемый элемент флористический букетов в стиле шебешек. Если вы посмотрите на эти букеты, возьмете разные варианты этих букетов, то вы увидите, что они есть практически в каждом букете. Они могут быть более крупными, более мелкими. Сейчас немножко ускорили запись. Вы не подумайте, что я так быстро прям вот работаю. Я подчищаю их между собой, потому что посливали. Слишком близко поставлены были. Мы можем заполнять такими шариками промежутки между цветочками. Дополнять этими элементами какой-то дизайн. Ничего сложного в них нет. Но вот эта кропотливость в набирании и выставлении вот этих шариков, она занимает определенное время. Сейчас я поставила темно-зеленый маленький шарик. И выполняю вот такую веточку соединительную. Не снимая с кисточки этот темно-зеленый цвет, я где-то сделала мазок, который не будет лишним. Еще один элемент удлиненный. Еще один элемент удлиненный. Вычищаем чистой сухой кистью. Делаем такую веточку. Остатки зеленого материала с кисти. Можно не снимать с салфеткой. Используйте его также в дизайне. Где-то поставьте мазок. Он не будет лишним. Набрали белый с пастельно-желтым материал. И распределяем его в виде бутончика, который расположен на этой тонкой веточке. Здесь я не жду, пока материал заполимеризуется. Пока он жидкий, я распределяю, придаю ему форму. Если где-то что-то лишнее остается, вы можете всегда почистить и убрать. Вот так. Теперь кончиком кисточки я внедряюсь в уже начинающий застывать материал. И создаю вот такой бутон. Следующий ноготь. Нежно-сиреневый с белым. Распределяю в виде лепестка. Белый с пастельно-желтым. Распределяю в форме лепестка. И начинаю отжимать материал. Заостряю ваше внимание, не дождавшись, пока материал начнет покрываться матовой поверхностью. То есть мы работаем по жидкому. Жидкий материал позволяет нам максимально тонко разложить элемент. И хорошее качество материала, которым вы работаете, позволяет сохранить пигментность вашего цвета, который вы используете. И не дает грязь. Это качество хорошего материала. Раскладываем лепесток. Обратите внимание, что я работаю конвейерным методом. То есть сначала выполнили зеленые лепесточки, затем мы выполняем цветы. Я выполняю на нескольких ногтях. Затем мы выполняем объемные листья, которые дополняют наш дизайн. И затем на всех десяти ногтях мы выполняем уже мелкие элементы. Скажем так, дорабатываем наш дизайн до готовности, до готового вида. Вот такие лепесточки у нас получаются. Прям как живой, естественный, еще не раскрывшийся пион. Или тюльпан. Именно такая конвейерная техника вам поможет максимально быстро выполнить эту работу. Когда вы сосредоточены на выполнении одних элементов, допустим, лепесточков или цветочков, у вас под рукой один и тот же материал, вам не нужно путаться среди баночек, какой же цвет набрать. Я вам советую именно таким вот образом пробовать работать, выполнять этот дизайн конвейерно. Там, где нам нужно очень тонко распределить материал, мы работаем ребром кисти. Кончиком завожу, закругляю элемент. Не забываем, желтый уже полимеризуется у нас. Сейчас мы к нему подойдем. Вот он. Он уже стал матовым, поэтому вот он уже такой прям подсохший. Видно, как он ложится. Но зато, благодаря этому, у нас получаются такие четкие детали, неразмытые. Более темно, сиреневым, отмечаем серединку цветка. И в желтом тоже сиреневым. Сочетание цвета идет хорошее. Растягиваем цвет. Листики. Обратите внимание, что четкие элементы листьев я располагаю рядышком с теми, которые были выполнены в подфоновке у нас. Для того, чтобы придать, скажем так, густоту нашей зелени. Когда вы хотите, чтобы у вас элемент шел с переходом цвета, есть такой закон в наборе материала в цветном дизайне. На кисть сначала вы набираете светлый оттенок, а затем на него набираете темный оттенок. Тогда у вас материал останется с таким плавным переходом от светлого к темному. Или от темного к светлому. Это уже зависит от того, как вы расположите этот шарик. Темным цветом к бутону или светлым цветом к бутону. Выполняем наши мелкие детальки. Ставим шарики здесь. Здесь я тоже набираю сначала светло-зеленый, затем темно-зеленый. И ставлю темным цветом на основание ногтя. Получается тень внутри и светлый зеленый остался у нас на поверхности. Вот такой вот объем получается. Так. Не хватается. Немножко сухой материал, поэтому не берется. Перенабираем. Теперь я ставлю желтый. Теперь светло-зеленый. Желтый. То есть начинаем их перемешивать, но важно, чтобы они были одинаковыми по оттенку. Жидким материалом выполняю веточку, линию. Еще одну сухой кистью подчищаем с одной стороны. Вот так вытягиваем ее. Чистим еще. Элементы должны быть абсолютно чистыми. Конечно же, кто-то может сказать, но это же гораздо быстрее сделать краской, например, акриловой или акварельной. Да, это можно выполнить акриловой краской, но эффект уже будет абсолютно не тот. Когда вы работаете полностью акриловым материалом, акриловой технологией, эффект совершенно другой, потрясающий достигается. И это более профессионально, выполнить тонкие элементы именно этим же материалом. Светло-сиреневый с белым материалом вытягиваем в бутончик. Вот так, чисто, аккуратно. Вот у нас три ногтя готовые, с которых мы начинали. Теперь я там, где мне не хватает, допустим, каких-то элементов, я беру жидкий зеленый материал и добавляю оттенками, создаю объемность. Вот так. Следующий ноготочек. Мы выполняем закрытый бутон. Поставили каплю голубого материала и не распределяем ее. Ждем, когда она слегка начнет покрываться матовой поверхностью. Такой станет. И крестообразно я наметила серединку этого бутона. Следующий шарик я ставлю рядышком. Еще один. Сейчас подчищаю желтенький, потому что посливались немножко. Еще один. И когда он начинает полимеризоваться, я его как бы закрываю. Накрываю этот бутончик вот этим лепесточком. Подчищаем. Закрываем. Следующий лепесточек. Распределяем его вправо-влево. Вытираем кисть. Добавляем. И внахлест их распределяем, чтобы один закрывал другой. Так вот, как в естественном виде бутон раскрывается. Немножко камера забирает у нас качество, размытость получается. Но я думаю, что объясняю я. Вот резкость у нас есть. Это у нас следующий цветочек будет. И дорабатываем этот элемент. Вытираем кисть. Прижимающими движениями сухой кистью Маленький цветочек. Раскладываем шарики. Уже заполимеризовался. То есть, мне здесь нужны усилия определенные кисти. Здесь упругость ее потребуется. Маленький цветочек. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ставим рядышком с голубым. Прям вот на соединении двух цветочков еще один достаточно крупный шарик. Я поставила одну капельку, сверху добавила еще одну. Ждем, когда он немножко заполимеризуется. Ставим кисть перпендикулярно в центр. И вот такими вот круговыми движениями, приседаниями кисточки по кругу. Обращайте внимание на то, чтобы носик кисточки не смещался с центра цветка. Разложили его по кругу. И теперь начинаем распределять. Раскладывать, скажем так, вот лепесточки в таком естественном виде. У вас ни один цветок не будет повторяться, не будет похожим на другой, даже если вы очень постараетесь. Так, собственно говоря, как и в природе есть. Поэтому, чем меньше вы будете здесь стараться, тем эта техника у вас наиболее хорошо получится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Распределили элемент лепестка. ДимаTorzok 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 раскрываем серединку и опять закрываем ее таким вот образом открывая и опять складывая элементы мы придаем четкость деталям мы не позволяем лепесточкам сливаться между собой но и в то же время мы не придаем толщину ногтю внахлёст один лепесточек над другим жидкий материал вот так соединили чашечку такую сделали второй цветочек прижимаем открываем открываем дорабатываем второй твердые делают и все вне все Поставили маленькую капельку на выглядывающий цветочек. Теперь по центру ставим более крупный, раскладываем лепесток. Носиком кисточки присаживаемся на кисть, распределили. Теперь ставим кисть в центр шарика и прижимаем с одной стороны, то есть мы сейчас задаем направленность этому цветку и закрываем второй половинкой, которую мы отделили. У нас получается, что один цветочек смотрит вверх, а второй цветок направлен вниз. Теперь я сделаю лепесток и закрываем лепесток. Теперь я хочу придать ажурность серединке центру. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавляем шарики. Мелкие детали, которые придают естественность. Подчищаем жидкую линию. Вытягиваем ее. Тоже изящность такую добавляет в наш дизайн. Тонкие элементы. Для того, чтобы ощутить разницу, попробуйте и прорисовать такие тонкие детали, и выполнить их вот в такой технике. Вы поймете и увидите очевидную разницу. Еще хочу обратить ваше внимание, что кроме основных элементов в виде цветков никаких точных линий нет. Поэтому дизайн и напоминает такой вот эффект каких-то старинных букетов, какие-то букеты с гобеленов. Где-то даже акварельная просматривается, размытая часть дизайна. За счет этого она и смотрится интересно. Не обязательно этот дизайн, еще раз говорю, выполнять на всех десяти. Для кого-то это покажется перегруз, для кого-то, во-вторых, это очень долго будет выполнять. Пять часов работы. Можно вполне удачно выполнить работу на двух, трех, четырех нокаточках. И не выполнять целиком букет, а можно какими-то детальками дополнить. Такими мелкими капельками, точечками. Следующий нокоток. Техника одна и та же. Мы ставим жидкую каплю, распределяем ее вправо и влево. Затем ставим в следующую каплю лепесток другого цветка. Ждем, пока полимеризуется первый элемент. И вот таким вот методом, такой техникой мы, в принципе, выполняем абсолютно все цветы. Единственное, что мы меняем цветовую гамму. То есть каждый цветок у нас может быть разного цвета, но обязательно пастельный. Никаких ярких тонов быть не должно. И распределяем эти лепесточки в нашей задуманной схеме. Смотрите работу. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 более крупные капельки, чуть-чуть крупнее, чем на предыдущих. И вам, наверное, чтобы было получше видно, какой консистенции материал я использую. То есть, здесь видно, что он абсолютно жидкий. Пока мы его распределили вправо-влево и вытянули на кончик, предыдущий лепесточек уже чуть-чуть и он готов к работе. Вот так вправо-влево плоскостью и ребрышком протягиваем, 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 придаем ему форму и оттягиваем кончиком в никуда. То есть, мы не оставляем четкий кончик лепесточка, мы его растягиваем на нет. У нас четкими остается только вот основание самого листика, прожилочку по центру дорабатываем, второй листик дорабатываем. Теперь я поставила большую каплю белого акрила, жидкой. Пока вот она жидкая, я кончиком кисточки распределяю ее в форме розы. Теперь носиком я захожу в цветочек и раскрываю его изнутри. Закрываем верхнюю часть, прижимаем плоскостью, закрываем, закрываем, вот так. И у нас, в принципе, из одной капли может получиться готовый цветок в закрытом виде, то есть чашечка, которую мы видим, может быть, даже в проекции снизу. Кому этого недостаточно, можно доработать еще дополнительными лепестками, вот так, вправо-влево, соединяем эту жидкую капельку по форме. Здесь у меня нежно-нежно-нежно салатовый пастельный с белым. Закрываем лепесточки. Это следующий цветок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Музыка Набираем капельку светло-светло-сиреневого с темно-сиреневым, для того, чтобы оттенить серединку. И дорабатываем мелкими детальками наш букет. Обрабатываем его шариками. Не забываем про поставленные капельки, которые уже полимеризуются, то есть контролируем весь процесс обязательно. Вот так вот сбоку, не по центру, а сбоку, отмечая основание этого лепесточка, раскрываем его по кругу. Центр кисточки должен оставаться в центре этого шарика. Закрываем лепесточек, прижимаем его, подчищаем, опять ставим капельку. Уже только светлый материал, нам уже достаточно темного фона. Закрываем лепесточек. Закрываем лепесточек. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok